Интерактивный музей «Россия. Моя история» в СПБ охватывает прежде всего большие кинозалы. Для этого выделено больше 10 тысяч квадратных метров, чтобы представить посетителям живую историю российского государства. Уникальное здание состоит из экспозиции по четырем ключевым эпохам. Здесь описывается правление Рюриковичей, царствование Романовых, в первой половине 20 века и современности. Парк был построен за рекордные семь месяцев. Открытие мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история» в московском районе Петербурга состоялось 12 декабря 2017 года. На презентацию были приглашены правители страны России и другие почетные гости. Обратите внимание. Ранее парк планировали открыть в октябре. Музей на парке Победы в СПБ располагается на углу улицы Бассейна и проспекта Юрия Гагарина. Общая площадь комплекса – около 15 тысяч кварталов. М-стоимость проекта оценивается в 1,3 миллиарда рублей. Адрес музея можно посмотреть на карте, те, чтобы легко добраться на машины. Региональная часть проекта рассказывает об истории строительства Санкт-Петербурга, первом железнодорожном вокзале, главных городских брендах, разводных мостах и белых ночах. Музей в России в СПБ Парк Победы предлагает посетителям совершить виртуальное путешествие по городу на извозчике, постоять на борту корабля, отшвартованного у стрелки Васильевского острова. Важно, отдельная часть посвящена истории Великой Отечественной войны и блокаде Ленинграда. Об этих трагических днях напомнит копия знаменитой надписи на стене «Граждане». При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна, и инсталляция чаша, наполняемая слезами, рядом с виртуальным монументом «Мать-Родина» с Пискаревского мемориала. Важной особенностью проекта является то, что в каждом регионе, кроме основной экспозиции, можно ознакомиться с историей города и определенной областью. Часто этот комплекс называют «на бассейновой улице», так как этот музей располагается между проспектом Гагарина и бассейной улицы. У входа установлен специальный детектор. Посетитель должен выложить все железные принадлежности, чтобы войти в музей. После досмотра посетитель будет допущен в коридор, через который можно будет пройти прямо в залив. Экспозиция современной мультимедийной технологии оказали огромное влияние на развитие и создание знаковых сражений. Инновационный 3D-проект позволяет узнать, как строятся основные архитектурные доминанты. Любители искусства смогут посмотреть исторические фильмы, а также узнать о персоналиях и событиях. Музей истории религии в Санкт-Петербурге главной экспозицией комплекса является зал, который распределен на четыре части. К ним, в свою очередь, можно отнести Рюриковича, Романовы, 1914-1945, от «Великих потрясений к Великой Победе» и «От Победы в Великой Отечественной войне» до 2017 года. Создатели парка, а это историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике, сделали все, чтобы российская история перешла из категории черно-белого учебника в яркое, увлекательное и вместе с тем объективное повествование, чтобы каждый посетитель почувствовал сопричастность к событиям более чем тысячелетней истории своего отечества. В историческом парке представлены все формы информационных носителей, сенсорные столы и экраны, вместительные кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы, планшетные компьютеры и многое другое. В подготовке экспозиции использованы приемы видеоинфографики, анимации, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций. Обратите внимание, аудиторией исторического парка является в первую очередь учащаяся молодежь, а также все интересующиеся отечественной историей. На базе парка создаются, развиваются и проходят различные исторические проекты, молодежные клубы, лектории, а также мероприятия, связанные с тематикой парка и социально значимыми общественными явлениями. Экскурсии изначально на выставку были приглашены почетные гости. В списке приглашенных были президент РФВВ. Путин, премьер-министр РФДА. Медведев, патриарх московский и всея Руси Кирилл, руководители крупнейших городов России, главы министерств, управлений и ведомств, работники образовательных учреждений, звезды отечественных сериалов и кинолент, культурные и общественные деятели, официальные делегации иностранных государств, представители СМИ со всего мира. Музей электротранспорта в Санкт-Петербурге успех исторических экспозиций явился отправной точкой начала масштабного проекта исторических парков «Россия – моя история». Первый успешный проект был представлен в декабре 2015 года в павильоне 57 ВДНХ. Данная выставка охватывает весь исторический период существования России. До 1 апреля 2018 года музей работал совершенно бесплатно. 13 марта 2018 года при содействии СПБ ГУП «Ленсвет» для старшеклассников школы-интерната номер 22 Невского района была организована познавательная интерактивная экскурсия в современный мультимедийный выставочный комплекс «Россия – моя история» – самый масштабный экспозиционный комплекс, открытый в Санкт-Петербурге в декабре 2017 года на Бассейной улице. Интерактивный музей истории в Санкт-Петербурге в России предлагает своим посетителям множество экспозиций. Воспитанники подшефной школы-интерната посетили интерактивную выставку, посвященную истории Санкт-Петербурга, где не только освежили, но и посостизались в своих знаниях о родном городе. Увидели выставки «Рюриковичи», «Романовы», а также историю России по сегодняшний день. Потренировали свою эрудицию на стойках с викторинами, полистали волшебную электронную книгу, посмотрели познавательные исторические фильмы и ретроспективы разных боев. Дополнительная информация. При необходимости экскурсию можно заказать через данный портал расписание работы музея Музея динозавров в Санкт-Петербурге режим работы комплекса «Понедельник – выходной». Время работы – со вторника по воскресенье с 10 до 20. официальный сайт «Стоимость билета в Петербургский музей» не указана на сайте. Необходимо обратиться в кассу, чтобы узнать сколько стоит вход на одного человека. Для тех, кто хочет увидеть все за один раз, необходимо заранее купить билеты и запланировать 2-3-часовую экскурсию. В любом случае посетитель не успеет внимательно изучить все интересные экспонаты, но общее представление о музее точно будет иметь. Есть ли на территории другие важные объекты недалеко от музея располагаются и другие популярные объекты. К ним можно отнести «Бизнес-отель», «Евразия», «Отель», «Ремезов», «Медикал отель энд спа», а также рестораны, где можно очень вкусно поесть, «Ржавый дед», «Тикет ту дублин», «Бургер бар», «Как мы любим», «Максимилиан». В завершение следует отметить, что гости города, а также местные жители могут посетить ближайшие достопримечательности, памятник бездомной собаки, храм всех святых, Ильинский женский монастырь. Субтитры создавал DimaTorzok